Да и с самим, собственно, расселением аварийного жилья, равно как и с подходами по принятию решения в отношении этого расселения, конечно, вопросов очень много. Помните вот эту легендарную историю Сандро Филиппова, заместителя мэра Уфы, который ну еле-еле открутился от того, чтобы его засадили на долгие годы, и речь шла как раз именно о каком-то таком вот двойном расселении этого жилья. Там очень мутная была история, Саша бегал вообще и крутился как уш на сковородке. Ну выкрутился, ладно. Но вопросы, конечно, остались. И, собственно, манера и порядок расселения жилья совершенно непрозрачный в Уфе. Взять хотя бы вот ту историю, которая вот сейчас разворачивается в квадрате Пушкина-Гоголя, когда три многоквартирных дома признаны аварийными, ну явно только для того, чтобы освободить территорию и построить эту золотую землю, застроить ее огромной башней-небоскребом. Потому что там, очевидно, дома вовсе не аварийные, но хотя бы в сравнении с тем, как выглядят и внутри, и снаружи дома в глубокой Черниковке или где-нибудь на проспекте Октября около универмага Уфа. Там балконы падают у пятиэтажек. Но они упорно не признаются аварийными. А вот эти вот вполне себе добротные, нормальные, трехэтажные, кстати говоря, кирпичные дома в центре Уфы внезапно признаются аварийными. Так что вопросов много, а самое главное, что очень большой объем аварийного жилья пока подвисает в воздухе. Напомню, 230 тысяч квадратных метров жилья на данный момент признаны аварийными, и перспектива их расселения абсолютно неясна. Продолжение следует...